Так, а это мы ездили, получается, в феврале 22-го года, я уже с группой туристической ездила. Мы ездили специально посмотреть северное сияние, на 5 дней ездили. Мы должны были поехать в Териберку, мы закрыли дорогу, так как замело, просто вообще невозможно было туда проехать, так как это в тундре заметает, знаете, какие, может, видели в интернете. Несколько метров субробы, у них вырезают вот такие квадраты, вот по ширине машины, ну, вот такую дорогу, как бы, и она вот проезжает только вот в этом участке, все. А там вот такая вот, вот такая стена вот из снега туда толпает туда. И как там разъезжаются, это невозможно представить, и есть риск обоздать на самолет. Например, если туристы туда уехали при нормальной погоде, а потом все замело, а у них там сегодня вечером на самолет, то они уже за любые деньги оттуда выезжают, там и 10, и 20 тысяч человек, и там, и уберут, чтобы на снегоходах, и на чем-то их оттуда вывезти. Бизнес хороший. Да, да, да. А мы, в принципе, туда не доехали. У нас там дом был, опалачен, баня, деньги все там за что-то вернули, за что-то нет. Ну, в общем-то, туда рискованно ехать зимой, в плане того, что ты можешь не доехать. Но если повезет, там очень интересный отдых. Там баня на берегу, балится в море, там купаешься в бане, тут же прыгаешь, балится в море, и еще в этот момент, может быть, северное сияние, это будет вообще великолепно. Но мы не доехали. И так как мы... Так, а тут что-то... Пограть, давайте пограть, посмотрим. У меня началось что-то сразу с еды. Ну, ладно, расскажу. Там в Мурманске будете посетить обязательно ресторан «Тудра». Очень хороший ресторан. Там такие деликатесы, тут просто вообще... Они вкусные хоть? Вкусные. Вот икра морского ежа напоминает... Очень-очень нежная икра, как будто в молоке она. Она вот такая вот нежная, гребешок тоже вкусный. Вот, и я ела там суп с гребешками, что-то еще не помню. Очень вкусно было. Лимончик туда кладешь. А, говоришь, ну смешно. Так, это самолетово я снимала. Это вот из этого самолета, это вот химины. Там еще пожрать было. А? Там еще был кадр пожрать. Все уже, поехали. Вот, ну вот как раз вот эти морские ветерочки, те самые выросли в данном случае уже на этой... Да, там другую кадр был. Другой? Да. Там еще будет. Да-да. Это вот с телефона было, а вот это уже с фотоаппарата идет. Это я снимала с самолета. Вот это ночной Мурманск. Красота какая-то. Мы забрались на город, где стоит памятник Алеши. И вот тут и снимали. А может в Берлинче стоит? Нет, здесь тоже есть. Вот Алеша. Заметный Мурманский Алеша. Его отовсюду видно. А вот в Болгарии есть? Ну, в Болгарии тоже, наверное, дорогой. Нет, в Болгарии тоже. Болгарии русский солдат. Стоял. Так как мы переначивали, значит, Мурманский приехали. Очень хороший у нас отель был. Такой прямо замечательный. Халаты мы дали. Все это, хотя хостел был, но он как отель был прям. Прекрасный. И на следующее утро на телефоне звонил. Нам говорят, что все замело никак. А рядовый у нас уже водитель с микроавтобусом. У нас человек сколько было? Человек 12, наверное. 10, я не помню. Куда-то ехать надо, чтобы программа-то состоялась наша. И кто-то предложил, давайте поедем в Кировск. И вот мы поехали в Кировск. Он километров, наверное, 150-200. Ну, не больше 200. Я не помню точную цифру. Вот я вам показала, где он находится. Стоит его посетить. Интересный очень город. Он образован был, когда начались разработки апатита нефилиновых руд в 30-х годах. Когда поняли, что тут гигантские залежи минералов. 2000 только элементов там обнаружили. И многие из них носят названия от местности. Например, Хибинит, Апатит. То есть от местности этой. Потому что других местах их не находят. Только здесь. Там сейчас работает Фосагра. Знаете, наверное, вот этот вот Фосагра знаменитый концерн. Который делает вот эти удобрения из Апатита. Они там отстраивают что-то себе. Там очень много рудников. Какие-то с тех временами остались, новые появились. И вот мы поехали в Кировск. А там для туристов, конечно же, очень развита инфраструктура. Во-первых, там горнолыжка, вот кто катается. Знаменитые горнолыжные курорты. Интересный очень. Тирвус. Костейн катается. Купальник там. Тирвус называется. И смотрели фильм «С одной вершины»? Не смотрели про паралимпийца нашего, который без ног, без ступней ездил? Что же я напоминаю частично. Там снимали этот фильм. И как раз про он оттуда родом и про эти места. Я просто смотрю фильм и узнаю эти места. Думаю, ну надо же. Потом прочитала действительно все оттуда. Вот он там Алексей Мошкин, по-моему, там не любил. Вот. А это снежная деревня. Ее делают каждый год для туристов. Вход туда я не помню, сколько стоит. То ли 500, то ли 1000 рублей. Сейчас уже не вспомню. Ну нормально, может. И получается, как ходишь туда, я думала, там буквально 2-3 зала. А там как лабиринт. Там можно по мне ходить. И в каждом зале своя тематика. Тут Диснеевская. Тут там по сказкам Божова. Тут какая-нибудь игнорочка. Тут еще что-то. Ну это на клетку она вот тает. Тает, да. На следующий год новую делают. Она из снега и изо льда. Вот это получается изо льда. Все с подсветочкой. Все красиво. Может, надо в Мариинской деревне у тебя там сделать? Вот смотрите, вот просто чудо. Ну это было в 22-м году. В этом году, наверное, уже другое. Вот это наша компания. Я фотографировала так. У нас несколько человек у нас получается было. Снежные люди? Да. В итоге все равно с меня не помогалось. Сейчас все расскажу. А это бар. Там прям от стаканчика следы есть. Можно там, ну, принести с собой, что-нибудь употребить. Согреться. А? Согреться. Да, да, да. Это как самоцветы, да, в Божова? Ну, в сказках. Теребряные копытцы. Что-то мне напомнило вот это. Вот где, наверное, Беда Мороза-то с снегурочками. Красота неимоверная. Я только часть показала. Их, конечно, очень много. Там великаны какие-то, что-то друг не. Потом мы вышли из этой снежной деревни. И такая буря снежная была. Да, вот такие снежные тоже фигуры подсвечены изнутри. Вот такая техника арктическая. На ней ездят куда-то там, где не проедут машины. Вот такая вроде буря была. А, да тут вот здание такое хорошо так сделали у людей. Там заходишь, бесплатный чай. Просто идешь и пьешь его, согреваешься там с какими-то своими бутербродами. Молодцы, они подумали, что люди обязательно замерзнут. Надо будет зайти. Потом мы поехали еще в одно место. Сказочный лес называется. Или таинственный лес, не помню. Вы знаете, вот фильм «Аватар» смотрели? Вот как «Аватар» только в Арктике. Там такая красота. Но фотографировать все время уже не хотелось. Потому что снег шел, технику не хотелось постоянно под снегом держать. Что-то сняла на телефон, но в основном как бы наслаждалась. Потому что это уже хотелось просто глазами смотреть. Там получается как бы такая долина, а враг небольшой. И огромные-огромные такие настоящие сосны растут, как в тайге. Такие уже высокие. И они все подсвечены какими-то цветами, как бы гирляндами. Или бывают такие огоньки, которые везде дают свет от какой-то лампочки. Как они называются? Лампочка крутится, и везде огоньки бегают. Вот такими штуками. Вот такими штуками. Да. И заходишь туда. Вот там вот такие штуканы с острова Пасхи. Ну там тематика. По-моему, идет майя. Майя, остров Пасхи. Вот что-то такое южное. Вулканы. Вот они взяли эту. Будь здоровы. Ну, какой-то этот. Катарин. Вот он тянется. Олахненское чудовище. Видите, вот все подсвечено. Это уже на телефон качество. Тут не очень. Это просто, чтобы показать. Семья троглодитов сидит там, типа пещеры. Домик алхимика там был. Сейчас еще расскажу. И там же катаешься на латрушках. Ну, то есть, прям вот часа два, наверное, гуляешь, наслаждаешься. Тоже вот сходить обязательно надо, если в те края полейте. Это уже на следующий день погода улучшилась. Солнце проявилось. Мы забрались, вернулись в Мурманск. А переночевали мы на горе, получателем с горою. Кукисло учебно завелось. И там рудник работал. И вот я сплю. И под утро меня два раза подбросила на кровати. Я подумала, землетрясение началось. Оказывается, взрывные работы были на руднике. И мы в хостеле, недалеко от рудника, чувствовали это. Потом мы сходили еще в музей. У меня тут будет? Нет, расскажу. Апатит. Там есть музей Апатит называется. Трехэтажный музей построил Красагра. Он бесплатный. Туда можно отходить каждый день. Он настолько интересный. Там минералы просто все под стеклом. У меня очень много камней всякие красивые. Я вот где убываю, там оттуда камни привожу. Или, если нет возможности привезти, покупаю. Там каких только камней нет. Очень интересный музей, кстати, Апатит. Он с башенкой, потом покажу. А тут мы вернулись в Мурманск. И забрались на Сопку Карелая. Прямо через все города есть Сопка. И оттуда вид интересно такой открывается. Видно Мурманск? Субмиллионный город, нет? Нет. Нет. Ну, он считается самым крупным городом за Полярным кругом. И это последний город, построенный Российской империей. Он в 1916 году Николаем Вторым. И он назывался... Ой, как же он назывался? Ой, сейчас скажу. Я забыла, как он назывался. На Мурманск. Я записываю отлично, но что-то я не записала. Романов на Мурманске назывался. И в 16-м году его заложили. Он начать строиться, так как нужен был порт за Полярным кругом. В 17-м году, после революции, его переименовали в Мурманске. И стали дальше уже развивать, строить. Ну, довольно молодой город. Ему стоило с небольшим летом, получается. Как он создался? Что? Как раньше он развелся? Романов на Мурманске. А потом Мурманск стал. А кто ты его назовел Мурманск? Это... Мурманск... Знаете почему? Знаете почему? Это Саамск, опять-таки, название. Одна из версий. Всегда же есть разные легенды названий городов, деревень. Хоть сколько их можно рассказать. Одна из легенд такая, что поморы сплавляли по реке лес. С рубили лес и сплавляли. Так проще было его переправить куда-то. А Саамы, незнакомые были с этим, но они все рядом жили же, видели, кто что делает. И Саамы смотрят и говорят, Мурман, Мурман, куда лес пошел? Куда лес пошел? Типа лес пошел. Женьки спрашивали, да? У них... Вот они... Лес пошел, опять-таки, вот это слово означало. Услам. Вот. Может так. Не знаю. Одна из версий. Это видно морской порт. Вот там вот порт находится, как написано, Мурманской порт. Это Кольский залив получается. По какой времени вы ездите, совсем правильно? Это выдвигается. Ааа. Кошелый море. Так снега сколько? Снега не так много, кстати. На горе выдувает льго. Это там ветра. Это метеостанция была. Это вот я на дневный фокус снимала. Вот видите, в станции мы тут погуляли. Интересно, а почему? Причем мы пришли в гостиницу. Хорошенько употребили, но через еще раз сюда пришли. Зачем-то там ветер сбывал. А я вам сейчас расскажу о сверное сияние. Вот это днем мы пошли туда. А, вот, кстати, сам снега, про которое я говорила, вот она, мы поехали туда. Вот, в которой летом я показывала, где олени были. Вот она уже зимой. Те же истуканы. Тот же. Это календарь саламский, кстати. Там вот, во времена года, что какая деятельность должна уйти в расписи. Но тут уже фоточки, конечно, очень. Там же темно было, все это не потешило. Вот так вот кругольщик такая была. Куча людей, оленей, собак. И поэтому сфотографировать ничего не получилось. Так, на телефон несколько кадров. Вот. Мы, так как мы ехали за сиянием, мы очень хотели его увидеть. До этого мело, а когда метет, ну, теплее становится, и ничего не видно на небе, все белым-бело вот так вот. И когда мы были у Саамов, погода, температура опустилась до минус 20. И небо прояснилось. И звезды появились. И мы выходим, и я думаю, вот сейчас бы просияло, было бы вот вообще антураж на самое то. Но ничего не было. Мы посмотрели, ходили, сели в автобус, и едем обратно в Мурманск. Там сто с чем-то километров, где-то 120. Надо было вернуться в город. Едем, и через окно автобуса, вот такой маленький автобус, типа Мерседес был, и я смотрю по небу, что-то мазнуло вот так белым, светлым. Не скажу, что белым. И я кричу, это сияние, я кажется, вижу сияние. Он останавливает. Мы все выходим. Я ставлю на штатив очень быстро фотоаппарат, и его и так было видно зеленым. На телефон можно было снять. Но вот на фотоаппарат вот получился так. Оно буквально минут две-три-пять, может, все. И больше не было. Мы ходили, смотрели, но больше не увидели. Вот. Так, вот. Что-то там люди ходят. Ну, на длинные выдержки. И все, и больше мы его уже не видели. Вернулись в город, и ночью вот на эту соку опять поднялись. Думали, оттуда увидим сияние. Но там ветер опять начался. Ветер забывал, как в фильмах каких-то. И вот мы ничего не увидели, но вот город получился снять, что те. А это в Кировске. Это лавиностреливающая пушка. Пушка отстреливает лавины. Ну, это получается как памятник уже, она не работает. Это в музее. Просто несколько буквальных экспонатов показать, какой музей аббатит. Это вот гипсовая роза или минеральная какая-то. Вот видите, раньше не было китайского языка. Буквально несколько лет назад, пару лет назад появился. Что-то китайцы начали ездить туда. Да. Нет, они очень любят туда ездить. У них такое поверье, если зачатить ребенка под северным сиянием, будет сын. И вот они ездят и ездят, ездят. И они в любом случае. Одно время ездили очень много было китайцев. Я прямо читала, какие-то заметки. Китайцам, например, в Норвегию очень далеко лететь. Почему-то вот считают дорого. А тут они доехали до Москвы или от Москвы до Мурманска там два часа. Все. И им очень просто оказалось в Мурманск летать. И они все повалили туда. И после них еще и цены подскочили. Потому что... Апатиты добывают. Да, это получается макет под стеклом. Просто тут выглядит масштабно понятен. Это такое... Ну, под стеклом такая штука. Вот это тоже. Рассказывают, как показывают, как апатиты бывают. Как и другие дневники. А это мы на следующий день, это, по-моему, наш последний уже день мы в Мурманске пошли в Мурманский порт и посетили... Я его уже третий раз посещаю. Музей. Музей, да. Он работал, получается, с 1959 по 89. 30 лет работал. Без единой аварии. В общем, это... Все там правильно было сделано. И потом его... Судьба его была непонятна. То ли как раз пошли года вот эти 90-е, когда могли его и металл, и что угодно. Но кто-то его отстоял и решили сделать музей. Его раз в 8 лет от буксерового года для ремонта. И потом опять... Вот советую сходить. То есть, если будете в Мурманске, обязательно посетите. Там обязательно с гидом сам не разбредаешься, потому что там 2000 помещений. Соответственно, там только вот где уходят, а туда ходишь. Вот такой скромненький порт. Он очень такой скромный, утилитарный. Ну, не такой, как мы привыкли увидеть в южных городах, например, какой-нибудь там, где галайтеры огромный, красивый все. Тут все очень скромно, утилитарно. Поднимаешься там вот по этим лесенкам и смотришь, вот этот мне нравится. Тоже красивый ролик. Это из окна уже. это рубка. Я не знаю, как называется, где вот от кема управления идет. Рубка? Да. Это как памятники, или они находуются? Они не находуются. Они не находуются, просто... Но они остались те, которые были. То есть там все оборудование старое осталось, просто оно... Ну, вывезли вот это реактивное все. Там нет сейчас. Это экспедиционное-таки, да? Он не плавает, он пришвартован и он никогда не уходит уже. Его только раз вы сидите... Там даже турбина будет разобранная сейчас. у тебя двух кадров. Вот она, разобранная. Как музей под открытым не под... Да-да-да, музей. Ну, не под открытым, в смысле он сам туда стоит, а там внутри уже ходишь. Просто параметры. У меня вот такой кадр есть летом сделанный. Вот там Алеша, видите, стоит на горях, вот и зимой перед кадром. Вот, люблю этот кадр делать. Он такой, как кубики. У меня летний кадр, если я его назвала играем кубики. Там он такой разноцветный, светлый получился. В итоге. Да. А вот, кстати, видимо, в таких северных местах, чтобы у людей депрессии не было, наверное, все-таки дома подкрашивают в красивые яркие цвета, чтобы как-то разнообразить планшафт. Это мы были в ресторане, в другом уже «Седьмое небо» назывался, и оттуда вот я с окна снимала. «Седьмое небо»? В Москве даже есть вот стартный ресторан «Седьмое небо». Да-да-да. Вот видите, и старые дома есть. Вот эти вот, да, старенькие? И там уже дальше серые, вот эти пострашнее такие дома уже идут. Хрущевки, наверное. Наверное, типа, ну, панельки какие-то, возможно, хрущевки. А вот этот новый уже дом стекло и бетон красивый. Вот прямо на одной фотографии можно увидеть разные-разные дома. Это музей. Филармония. Музей. Комиологический, а нет, не комиологический, другой какой-то музей. По-моему, художественный. Вот это очень интересное место. Здесь, фотографии сюда не попали, но мы туда ходили. Вот это в виде маяка, памятник морякам, погибшим во время, в мирное время. В том числе подводникам Курска. И там рубка стоит, вот здесь, где-то там не видно, рубка Курска стоит. А это храм, мы в него заходили, очень интересный храм. Там икона есть Абдулла Ушакова. Кстати, он причислен к лику святых был, и ему посвящена икона. Все, последний храм. Что, еще больше? Тем можно. Еще, по-моему, где хорошо. Все, пошли, да? Везде хорошо. Так, это, наверное, так, это Мурмасу тоже, да? Смотри, верно. А, еще, это уже с телефона, просто так вот показать. Еда, олени, все так обширно, все, две поесть, я кажется, как утром целая экспедиция об этом. Это вот мы по ночному Мурманску погуляли. Там площадь вот эта была. Это февраль уже, наконец февраля, да, 20 какое-то, 8-ое, может, число 20. На сколько дни едет? На 5 дней. А новогоднюю иллюминацию не убрали. С сих пор она была. Вот это тоже с опкой, это уже на телефон снято. Это в ресторане, такие морские ежи, в этом, в акварию. Их оттуда... Ой, вот это такая вкусная вещь, был какой-то молочный суп с лососем. Обалденный просто. Это кальмары тоже с лепешками, с лепешкой. Ну, там, конечно, у нас наш тур превратился в какой-то момент гастрономический. Это можно было одеть национальную исламскую одежду и сфотографироваться в ней. А там, кстати, можно снять номер, вот где самская деревня. Там и дают номера, это не очень дорого. Можно там уносить вот атмосферу, пожить в этой, в Ньюрте, в Чуме, но он у них называется, он у них называется Бежа. Бежа сделать шашлычок, например, зажать костер, как здесь. Вот, там люди жили. Это опять на Ленин. Вот такой Ленин. Я сижу, как будто управляю. Это только был телеграмм. Да, медкабинет, кстати. Там делали даже операции, рентген кабинет у них там был. И даже местное население к ним обращалось, они могли оказать помощь. То есть полноценный медицинский кабинет. Вот мишками посвящен. А его списали в мед? А? Его списали? Ну, он там как музей сейчас. То есть он не действующий? Сейчас нет. Правильно. Я прощаюсь, мне надо идти. До свидания. Бай-бай. Спасибо. А, мы еще на Маслевуцу попали, в это время была Маслевуце. Мы там блинов поели и улетели. Как раз вечер. Как всего, да, да, да. А, ночью еще в Ленинграде по Петербургу погуляли. Мы через Петербург летели. Там 8 часов у нас оставалось, и мы 2 часа ночи пошли щебать в Петербург.